Анна Троянская Анна Пермяков Здравствуйте Здравствуйте Сразу к спектаклю Расскажите, пожалуйста, о ваших героях Какую постановку вы привезли О характерах, может быть, насколько они вам близки Анна, давайте с вас начнем Ну, я на самом деле выпрашивала эту роль у режиссера Он не хотел мне ее давать Потому что в спектакле персонаж поет И я типа не певица такая Я говорю, нет, нет, я спою, я капельная, как хотите Я вот попрыгуни и все И когда я сыграла уже роль, когда он мне все-таки дал Вот, он говорит, слушай, ты знаешь, ты да Ты правда попрыгуни, и ты очень соответствуешь роли Вот Скажите немножко тогда, вот режиссер, да? Кто? Он родился в Воронежской области Он заслуженный деятель искусства Российской Федерации Вот, его зовут Анатолий Николаевич Гуков Он любит такие вот нестандартные постановки То есть все его спектакли в основном Это не пьесы, а инсценировка по рассказу То есть рассказ, переложенный на действия То есть как бы он любит брать рассказ И этот рассказ перекладывать вот на театральную сцену Без всякой инсценировки Но вы играете Ольгу Ивановну Скажите, эта роль такая интересная Очень по-разному к ней относятся и читатели, и критики Вот она вам близка? Вы как ее? Вы ее понимаете? Вы ее как-то оправдываете? Или вот какие-то общие черты схожие есть у вас? Что бы вы в нее привнесли к чеховской героине? Мне кажется, что Ольга Ивановна очень наивна Потому что я не играю в какую-то измену То есть она не изменила мужа, потому что она такая стерва И думает, а я сейчас ему изменю, я люблю мужчин с рогами Нет, просто так вот случилось, что она любит знаменитости И одна знаменитость вдруг влюбила ее в себя Это был великий художник, прототип Левитана И так вот случилось, что изменила Такая женская наивность или женская непосредственность То есть это не было намеренное такое преступление, а случайно То есть вы ее оправдываете все-таки, да? Больше? Нет, знаете, после этого спектакля даже мне как-то тяжело изменять мужчинам Потому что он такой, там есть даже такие слова, что Чехов сравнивает измену Как с преступлением, с убийством или насилием над человека И я когда вот играю эту роль, я всегда думаю, что мой персонаж поможет сохранять крепкие браки Вот даже так Расскажите, мы Владимиру пока слова давать не будем Очень любопытно, как вы о нем расскажете Как о персонаже, о коллеге по сцене, о муже вашем, о сценическом Я могу сказать, что Владимира знаю 10 лет И когда мне сказали, ну его все называют Лень Голубков Простые люди, да? И мне тоже такой Владимир Перенюков Я говорю, кто это? Ну Лень Голубков И я такая, Лень Голубков И когда я его первый раз увидела, я думала, это алкаш Который такой там с огурцом и водкой Такой в двух руках, там, жене, там, да, что-то А он вообще не пьет Такой, да, наоборот Веду здоровый образ жизни, бегаю, плаваю Да, и богобоязливый человек, наоборот Очень добрый, скромный И мне кажется, что вот Владимир Перенюков больше соответствует Лене Дымова Ой, роль, больше соответствует роли Дымова, чем Лене Голубкова Потому что он не пьет, не курит, матом не ругается И такой весь примерный Ну, Владимир Сергеевич, давайте у вас теперь спросим Вот роль все-таки такого благородного, да Да Персонаж такой положительный во всех отношениях Да, вот я полюбил своего персонажа Вот он умный, добрый, искренний и благородный Вот это высшая степень благородства Он знает, что ему жена изменяет, понимает, что она влюбилась Ну, он говорит А для меня, простого, обычного человека Достаточно и того счастья, которое я уже получил То есть, он как бы говорит ей Я был с тобой счастлив, спасибо тебе за это Ну, если ты влюбилась, ну, что делать теперь? Вот, представляете? То есть, и мне кажется, что вот это, когда он умирает, это самоубийство Он же знал, что нельзя высасывать через трубочку дифтерию, да Вот, но он это сделал И мне кажется, он просто устал страдать, мучиться И просто покончил с собой красиво Не обидев жену при этом Интеллигентно он ушел из жизни Ну, не прямое самоубийство Ну, не прямое А просто потеря цели жизни, возможно Да Разочарование И вот тут, мне кажется, фишка в том, что вот жена ищет знаменитости Она любит общаться А муж был более знаменитый ее Более талантливый, ученый, чем все ее окружение И она потом похватилась Когда он умер, она говорит Прозевала, прозевала Вот он был рядом, вот со мной И поэтому спектакль называется «Прозевала» Вот режиссер его так изменил название Что делает акцент на том, что она прозевала главный талант в своей жизни Что мы часто не замечаем У нас счастье прозевало даже Ну, и счастье прозевало И мы часто не замечаем, что люди вокруг нас тоже очень талантливые, одаренные И стоит им помогать и ценить их И я благодарен режиссеру, что он мне дал эту роль Потому что вот зритель, он наивный Он вот увидит, актер сыграл дурака И все думают, что он такой в жизни Пьянь подходит ко мне на улице Там по небратски хлопает у плющу Говорит, Ленька, братан, привет, пошли выпьем Я буду корешам рассказывать, что я самим пил Лене Голубковым Я говорю, вообще-то я не Леня, меня зовут Владимир Помяков Они, а почему не Леня? Я говорю, ну а почему? Штилица зовут Вячеслав Тихонов Они, а-а-а, так вы актер Вот И роль эта глубокая Такая человечная Я пропускаю тут образ через душу Я его понимаю У меня в личной жизни тоже всякое было И я был счастлив и несчастлив Вот И многие говорят, что эта роль как для тебя написана Кстати, вот и Леню Голубкову та же говорили Потом Телегина играл, Дяди Иванович тоже самое говорили Вот Так что я благодарен ему Ну, мне хотелось раскрыться в настоящей роли Показать, что я не актер ни одной роли И роли обои разноплановые наши Там есть что играть И счастье, и горе Вот Переплощаться Ну, я просто вот Купаюсь в этой роли Получаете удовольствие, да? Да, да От процесса От работы, да А с городом вы успели познакомиться? С чебоксарами? Вообще расскажите, были ли здесь С Чувашской республикой знакомы как-то? Конечно Мы вчера пошли на пляж А получилась у нас такая экскурсия, экспромт Вот мы прошли через мост туда, до пляжа Потом поднялись Были у церкви Были на арбате У родины матери Мать-покровительница Да, мать-покровительница На этом заливе Удочки, лебеди плавают Я удивился Лебеди плавают Настоящие Вообще я получил удовольствие Вчерашние прогулки Ну, купаться я не решился Ну, думаю, вдруг подстыну Завтра в спектакле Мне очень нравится Чебоксар И вообще, как я поняла Это же литературный город Здесь и Бунин вдохновлялся И Ильф Петров И Пушкин был проездом Да, так что Мне очень нравится И вот это вот то, что у вас написано Чебоксар и жемчужина России Это прямо вот в точку, мне кажется Я, ну, правда, влюбилась в ваш город Ну, что, друзья мои Мы, нам очень приятно Быть с Анной Троянской У вас тут В городе вашем Я надеюсь, это Наша первая Но не последняя встреча Вот, как я уже говорил Может быть, со своей пьесой Вас поставим Куда внесем Свежую струю в ваш город И хочется пожелать вам счастья В стихах Я не поэт, но я скажу стихами Желаю света и тепла Друзей хороших и добра Счастливых дней Блаженных слов Больших надежд Хмельных перов Жить дружно Весело И смело Чтоб никогда Не надоело Смеяться Песни петь Шутить И счастье Чтоб до дна И спить Счастьем, дорогие друзья Всех благ в жизни Вам и вашим детям И внукам Всем-всем И никогда не сдаваться Спасибо большое За такое поздравление Я предлагаю У вас, вижу телефон В соцсетях, наверное Активные пользователи Сделать фотографии на память На память, давайте Отлично Выходите в театр Смотрите интересные спектакли А самое интересное Покажет национальное телевидение Чувашия До встречи в эфире